то есть на утро когда я там начал собирать палатку лежала моя каска там куртка мотоцикл стоял неподалеку на парковке я смотрю какой-то мужик там возится тоже с вещами недалеко от меня так поприветствовал вот да он спрашивает там в общем в процессе разговора он говорит там твой мотоцикл я говорю ну да выглядел видимо я не лучшим образом поэтому он подумал что какие-то у меня проблемы вот ну и вообще я ему рассказал что так и так мол застрял я без подзарядки путешествую по америке вот и он говорит я типа живу в Беллингхэм то есть город куда мы приплываем если хочешь можешь остановиться у меня на самом деле у меня были серьезные проблемы как бы с ночевкой потому что друг вот который остановился в Сиэтле у него я к сожалению остановиться еще раз ну то есть довольно проблематично было у него останавливаться и нужно было думать собственно там либо о ком-то кемпинге либо гостинице что соответственно недешево и и так денег на корабль там ушло кучу и на ремонт должно было уйти еще столько же и в общем мы с ним пока он плыл на той же на том же корабле что и я который уходил днем мы с ним разговорились в общем тоже парень оказался байкером и приплыли с ним в Беллингхэм на самом деле это было просто великолепное знакомство вот потому что он не очень сильно помог здесь Беллингхэм в тот же день мы поехали в гаражи местные узнали в Сузуки то что там проверить мою мотоцикл могут через четыре дня и заказать катушки там еще четыре дня вот нам показалось это долго и вообще нам не очень понравилось как там отношение скажем так продавцов Сузуки к нам мы поехали в другой гараж который здесь считается среди людей которые ремонтируются довольно неплохим местом приехали и нам мужик сразу зарядил то что извините ребята я Сузуками не занимаюсь вообще совсем и в процессе разговора оказалось то что у него есть двигатель в хорошем отличном состоянии от СВ СВ-650 такой же двигатель как у меня и мы решили снять с него катушки потому потом он может заказать другие катушки как бы он сказал не проблема сняли катушки с СВ поставили на мой мотоцикл и смотрим в общем зарядки нет то есть вообще нас это очень удивило как мои катушки были вообще сгоревшие то есть есть фотографии они просто сгорели все напрочь вот значит его катушки были новые но очень довольно странно то есть вроде что-то получше стало но не очень то есть непонятная какая ситуация то есть нормальной зарядки нет было принято решение что скорее всего у меня навернулся упрямитель и нужно заказывать новый упрямитель это еще четыре дня ждать там три дня вот заказали этот упрямитель несчастный не буду в общем все остальные дни прошли я вот жил у этого парня спасибо ему большое ничего ничем особо не занимался вторник поехали забрали выпрямитель новый привезли в этот гараж поставили и видим следующую картину что он выдает что-то там 12 с половиной вольт но этого недостаточно явно то есть это не 14 которые должны выходить минимум на 5000 оборотах тут я говорю слушай давай проверим с моим старым упрямителем у меня их два давай проверим он говорит давай проверим начали проверять и оказалось что мои оба упрямителя нормальные ну и тут как бы встал вопрос собственно что делать с заказанным который нам который мне стоил там 200 около 230 долларов вместе с пересылкой он говорит ну я его назад забрать не могу потому что я его вернуть не могу в общем мы торговали с ним то и сё он сам понимал что как бы отчасти это его косяк отчасти это мой косяк почему не не было подзарядки в тот день когда мы поменяли катушки не у него не мы не понимали вот значит но мы сошлись в общем пошли на мировую я ему отдал две батареи кто и мне не нужны были которые купил white horse соответственно выпрямитель остался у него и все это мне обошлось в 65 долларов что в общем не так плохо на следующий день мы решили прокатиться то есть когда мы проверяли после всех вот этих вот дел после того как установили там спаяли провода и так далее уходил 13 вольт что в общем то не хорошо ну и не так плохо как там 12 с копейками зарядка есть но слабая поехали на следующий день прокатились в горы есть фотографии сделали такой небольшой тест драйв в течение пары часов вернулись я открываю крышку сиденья и вижу то что у меня на аккумулятор приходит 12 с половиной вольт я понял что так ехать не я нереально то есть я могу конечно так протянуть какое-то время но но это недостаточный не вариант так ехать ладно если бы я там где-то в своем же городе ездил но так есть по америке это просто нереально поехал в другой гараж на следующий день большой гараж и значит после всех моих объяснений и того что я там показал то что вот с выпрямителя на батарею почему-то приходит 14 с половиной а когда мы подсоединяем те же провода напрямую с выпрямителя на мою батарею на мотоцикле то приходит 12 с половиной в общем-то все все мое шоу ни к чему не привело они в конце сказали давай мы проверим сейчас твой мотоцикл загнали его внутрь проверили и сказали мне следующую вещь что у меня с катушек приходит недостаточно ампер то есть должно приходить 18 20 ампер а приходит 10 12 то есть что-то приходит но и опять же возможно упрямитель умер было принято решение заказывать как минимум катушки которые там стоят оригинальные 300 долларов еще пересылка около 100 долларов и плюс установка но я сразу предупредил что если после установки катушек у меня будет та же картина там 12 половиной вольт то извольте мне я за катушки платить не хочу они с этим согласились не буду тянуть долгую историю значит на через два дня я поехал к ним снова они получили катушки установили мне сейчас катушки то есть сегодня несколько часов назад начало выдавать на 5000 14.5 вольт что в общем то хорошо можно сказать то есть это неплохо и это не супер хорошо потому что по мануалке должно выдавать 14 от 14 до 15 с половиной но надеюсь что этого хватит насколько не знаю я на самом деле сейчас в таком состоянии после всех этих ремонтов и прочего что к сожалению у меня нет уверенности в мотоцикле я не знаю сколько я в таком режиме проеду если доеду на в таком режиме до того же там нью-йорк то общем значит все в порядке если не доеду то буду писать письма и уже даже не знаю что я буду делать на самом деле если опять какая-то будет проблема с электричеством потому что денег уже было потрачено очень много на ремонт и на переплывки сейчас еду в центр страны где гораздо меньше сервисов чем даже в беллингхэм вот то есть беллингхэм находится недалеко от сиэтла и в общем тоже не маленький городок так что ждите моих следующих видео завтра я выдвигаюсь в сторону нью-йорка то есть вот это направление вот возможно заеду к своим друзьям в торонто и монтриэль но еще не уверен поживем увидим всем спасибо до новых встреч